МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свет уже есть, вода будет. Многодетным семьям села Луговое компенсирует часть затрат на бурение скважин. К 1 сентября могут не успеть. Как продвигается строительство школы в микроюне Искра? Кто прав, а кто виноват в деле домов коттеджного поселка Искрополис в Ульяновске. Вопросы развития торговли в регионе обсудили на специальном совете в рамках тематической недели, которая проходит под эгидой «Международная кооперация и экспорт». Совет возглавил губернатор Сергей Морозов. Перед этим глава региона посетил несколько успешных бизнес-открытий этого года. Ринат Алиулова подробнее. Торговля Ульяновской области к 2025 году должна выйти на новый уровень. На это есть пять причин, а точнее пять основных задач, которые губернатор Сергей Морозов озвучил накануне участникам Совета по развитию торговли. В регионе более 20 тысяч предпринимателей занимаются продажей товаров и услуг, а это примерно 45% от общего количества бизнесменов. Только за последние полгода оборот розничной торговли составил почти 100 миллиардов рублей, что на 103% больше по сравнению с прошлым годом. Самая главная задача – это продвижение наших производителей, используя существующую инфраструктуру торговую, наше взаимодействие с крупнейшими национальными, международными сетями и встраивание в кооперационной цепочке при выстраивании наших торговых отношений как национальном, так и международном уровне. Первая задача касается продвижения товаров и услуг, которые производятся в Ульяновской области, причем как внутри региона, так и за его пределами и даже страны. Вторая нацелена определять рыночные ниши, перспективные продукты и товары, которые имеют спрос на национальном рынке. Третья задача связана с формированием действенных инструментов для стимулирования производства товаров и услуг. Четвертая предполагает создание закона о региональном лоббировании. Некоторые коллеги из разных контролирующих организаций, когда видят о том, как мы с вами все вместе начинаем лоббировать бизнес, начинают думать о том, что это почти запрещено. Весь мир занимается лоббированием. И это правильно. Последняя и одна из самых масштабных целей связана с формированием новых и развитием существующих торгово-логистических каналов или по-другому хабов. Сейчас в системе региональной торговли работает модель наставничества, когда большие компании за счет франшизы помогают, к примеру, организовать сеть мини-маркетов. Крупные торговые сети составляют для будущего владельца магазина «Бизнес-план», «Брендбук», закупают часть оборудования. Сергей Брянцев открыл бизнес в конце прошлого года. Сейчас на полках его экспресс-магазина. 35% продукции местного производства. Я был на выставке, посвященную торговле. Компания «Метр» представляла свою франшизу. Она меня заинтересовала. Мы с ними пообщались, сделали экономическое обоснование, экономический проект. Он меня заинтересовал. Соответственно, приняли решение переделать магазин прилавочного типа в более современный формат самообслуживания. Новый вид придадут и большинству прилавков в районах области. Для этого в регионе разработана специальная программа. У нас программа со следующего года будет новая. Именно по поддержке предпринимателей на селе, переформатирование всех магазинов уже в такой формат мини-маркета, чтобы у них были уже соответствующие условия, соответствующие всем международным и современным требованиям. Чтобы ульяновские товары могли беспрепятственно войти в крупные торговые сети, в регионе также регулярно проводятся закупочные сессии. По итогам последней, которая развернулась в апреле на форуме «Сделано» в Ульяновской области, контрактов заключили на сумму более 90 миллионов рублей. Такая закупочная сессия прошла накануне в новом формате в одном из крупных строительных магазинов города. С участниками выставки перед началом совета ознакомился глава региона. Закупочная сессия позволила торговой сети получить возможность ознакомиться с новыми товарами и потенциальными поставщиками, а предпринимателям новые контракты на поставку. Ринат Алиолова, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ. Многодетным семьям села Луговое компенсирует часть затрат на бурение скважин. Накануне Сергей Морозов лично встретился с активом многодетных семей в селе Луговое, чтобы поговорить о проблемах и путях решений. Подробности у Натальи Чумаченко. Глава региона ознакомился с ходом работ по созданию инфраструктуры на территорию между селами Луговое и Кувшиновка железнодорожного района. Именно там многодетные семьи несколько лет назад начали получать земельные участки. По этой планировке у нас запланировано, вот даже вот если мы берем этот массив, два съезда. Оба съезда у нас они размечены, они отсыпаны. Все, что нужно делать, это дороги по самому массиву. В Луговом многодетном выделили 1773 земельных участка. 30 семей получили разрешение на строительство, 14 уже возводят стены. Ранее главная проблема заключалась в том, что на отведенной местности не было проложено дорог и соответствующих коммуникаций. Ситуация в лучшую сторону начала меняться тогда, когда этот вопрос под личный контроль взял губернатор. Завтра будем очень подробно обсуждать вопрос, связанный с развитием индивидуального жилищного строительства. Сейчас очень важная тема, такая и президент вопрос на контроле держит. Но и мы, естественно, скажем так, для нас это тоже очень важно. Поэтому мы завтра проговорим. Если к завтрашнему будет понимание, сколько вам нужно сюда, каких фразей, значит, может быть, мы тут как-то так и пошкрябаем по Ульяновской области и найдем людей. В 2018 году компания «Моросковолга» возобновила работы по строительству электросетей. На данный момент проложено 16 километров сетей, заключено 211 договоров на технологическое присоединение. Также в 2019 году Ульяновскводоканал провел анализ проб воды, взятых из скважин многодетных семей квартала. Оказалось, что вода пригодная для питья. Сейчас на земельных участках обустраиваются колодцы и пожарные емкости для технической воды. Администрация города, в свою очередь, компенсирует многодетным семьям затраты на бурение скважин. 11 заявлений уже рассмотрено. Губернатор Сергей Морозов объявил 2020 год годом молодежи в Ульяновской области. Чего не хватает парням и девушкам, что ждут они от властей, съемочная группа решила узнать у самих ребят. Ну, наверное, мест, где можно хорошо проводить время. Здесь, ну, слишком мало таких мест, где можно с друзьями встретиться и погулять. Да, я думаю, не хватает пропаганды здорового образа жизни, законодательное ограничение количества пивнушек на территории жилых, спальных и остальных. Наверное, как хотели ввести возврат 13% от покупки абонементов жителям, и так вот на голову быстро не приходит больше на ум. Вот, наверное, основной момент. Сейчас же очень популярен стал кей-поп. Аниме-культура может больше таких вот мероприятий. Больше, больше спортплощадок, то есть, чтобы могли сами как-то себя развивать. Вот. Работа хорошая, высокооплачиваемая. Наверное, так. Не знаю, развлечений вроде хватает. Кафе, рестораны, какие-то другие места, где можно отдохнуть, есть. Вечером город весь пустой, мертвый. А на развлечениях досуг надо организовывать. Ну, клубов спортивных у нас, кажется, хватает. Больше мероприятий в городе, то есть, это, ну, подобие дня города или 9 мая, то есть, те же фейерверки, то и развлечения для народа. Что-то в таком духе. Развитие малоприконимательства, как мне кажется, потому что сейчас мы приехали, мы хотим улучшить этот город. Я, например, приехал из Москвы, живу здесь, родился здесь. Учусь в Москве и хочу, чтобы город стал более популярным, чем сейчас. Я думаю, что если это будет год молодежи, то, значит, будет много созданных программ для развития молодежных организаций, для создания юношеских каких-то комплексов, тех же самых спортивных, творческих, художественных. Вот. И, ну, будет уделяться большое внимание именно развитию молодежи. Мне кажется, нужно проводить больше мероприятий, как общеобразовательных, так и развлекательных, или, например, направленных на искусство. Вообще, недавно проходило мероприятие, сотка называется, это танцевальное мероприятие было с батлами, довольно интересно. Мне бы хотелось видеть больше таких мероприятий. Мне кажется, всего хватает абсолютно. Я думаю, больше спонсировать мероприятие, чтобы молодежь уезжала в другие города, в другие страны и показывала наши успехи. Потому что здесь молодежь, спорт и все. Я думаю, этого всего хватает. И очень достатки. Морозов прям молодец. Ну, я думаю, больше, скорее всего, каких-то развлекательных моментов, чтобы где-то провести время. Ну, это бывает мало таких мест. Я бы хотел побольше соревнований. Ну, допустим, вот по баскетболу у нас всего в год два соревнований идут. Это оранжевые мячи в конце, вот в апреле. Я бы хотел, чтобы их было побольше, чтобы они были открытыми более. Потому что мало кто знает, что они вообще проходят у нас в городе. Вот. И в основном только баскетболисты, которые играют, собираются. Ну, в первую очередь, мне кажется, чтобы было хорошо, чтобы построили скейт-парк в новом городе. Потому что у наших спортсменов нет комфортных условий для развития. Наверное, больше каких-нибудь развлечений, больше каких-нибудь вот таких торговых центров, каких-нибудь скейт-парков. Молодежь сейчас этим болеет. Я думаю, что нужно обратить молодежь к области культуры и более заняться этим вопросом. Потому что я смотрю на своих друзей и думаю, что это стоит. Сносить нельзя помиловать. Теперь некоторым семьям ульяновского коттеджного поселка «Искрополис» угрожают сносом и выселением. А единственная возможность остаться – это погасить миллионные долги вместо товарищества. Рината Алиулова разбиралась в проблеме. С виду простой коттеджный район в Ленинском районе ульяновска. Но внутри кипят нешуточные страсти, словно вернувшиеся из 90-х. Разрастаться поселок «Искрополис» начал еще в 1995 году. Тогда городская администрация и товарищество индивидуальных застройщиков заключили договор аренды земли. Общей площадью больше 125 тысяч квадратных метров. Право на землю могли получать люди, вступившие в товарищество. В том изхождения в сообщество прописывался уставом. Дальше участники сообщества заключали договор субарендой на землю и строили дома. А вместе с ним и спокойное будущее. Однако получилось не у всех. Девять семей не успели оформить все правоустанавливающие документы. Товарищество обанкротилось и задолжало 20 миллионов рублей. Долг решили вернуть недооформленными домами, которые товарищество по праву считает своими. У них есть законное основание здесь проживать, строить на отведенных им общим собранием членов данного товарищества земельных участков. Но ввиду введенной процедуры банкротства в 2013 году и отсутствия органов правления граждане не смогли оформить принадлежащие им земельные участки. Семья Калимульных приобрела участок коттеджем поселки в 2012 году. В этом же году стали строить дом. И все было хорошо до тех пор, пока на пороге не появились незваные гости с угрозами отобрать единственное жилье. Камиль и его жена – многодетные родители. И вместо того, чтобы наслаждаться обществом друг друга, все семейство каждый день как на иголках. Вместо прогулок ходят по судам. А в дом, в который они вложили без малого 5 миллионов рублей, без разрешения врываются люди с угрозами, что, мол, если даже суд и вы играете, мы ваш дом все равно. И мы находимся сейчас в ситуации, как бы, в вулкане. То есть нас постоянно пытаются нами манипулировать. Вы то сделаете, потом, может быть, мы подумаем. А это – нет, это – нет. Давайте деньги, давайте то, давайте все. Пятое-десятое. То есть они говорят еще, грубо говоря, своими деньгами? Да, то есть кто-то говорит, да. Ну, нам все равно можете деньгами 20 миллионов приносить. После банкротства ТИС «Искрополис» проблемы по оформлению земли девяти домов должно было помочь урегулировать другое товарищество – ПК «Северный». Общество выкупило право аренды на землю. Однако в 2017 году суд сделку купли-продажи признал недействительной. Такое решение обязывает вернуть право аренды на землю и взносы обратно в первое общество. Но «Искрополис» взносы не признает, то есть аннулирует. А общество «Северное» утверждает, что все деньги предыдущему товариществу передали. Мы считаем это незаконными действиями, то есть незаконно оценивать чужие дома, вообще как бы распоряжаться чужими домами мы считаем незаконными, даже при таких слабых правооснованиях по земле, да. Вот, право аренды органы вроде бы начали какие-то движения, но мы никак не можем добиться того, что как бы, ну, какое-то было действие с их стороны. Камиль и его семья желают одного – чтобы их и дом оставили в покое. Но и это, с его слов, не главное. Важно, чтобы справедливость восторжествовала. Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует. Мы открыты, то есть у нас нет такой негативной пойдет, то есть, пожалуйста, мы готовы на встречу идти. Там в рамках администрации встречаться, в рамках, то есть мы звали, на киеве круглые стоят, вон такие. Но у них позиция такая – вы здесь никто. Прямо мне супруги так сказали, она звонила, вы здесь никто, вы, короче, должны, дома наши, вот я могу показать сейчас переписку, дома наши, вы здесь никто, вот не дергайтесь, как бы вам будет лучше. На здравый смысл до последнего полагается 66-летний Владимир Поляков. Вместе с женой они оказались в той же лодке, что и Калимулины. Территория в 12 соток стала не местом домашнего очага, а причиной серьезных проблем со здоровьем. Вместо того, чтобы сидеть на веранде и любоваться природой, бегаем по судам, занимаемся межеванием, пытаемся все это дело оформить. Ну, немножко, конечно, некомфортно себя чувствуешь, когда вроде как всегда всем за все должен. Причем нам же сейчас уже прямо говорят, что вы никто, звать вас никак. Дома эти наши, мы приняли их на баланс, а вы здесь из нашей милости живете. Долг обязывал нас узнать мнение другой стороны, участницы конфликта. Но говорить на камеру, руководство одного из товарищей с нами отказались, ввиду плотного рабочего графика. Не дали добро и на огласку телефонного разговора, в результате которого наша съемочная группа выяснила, что и обе компании обратились с заявлением в полицию. Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы. В органы внутренних дел поступало заявление по факту противоправных действий руководства и членов товарищества индивидуальной застройки жилья. В настоящее время по данному заявлению принято процессуальное решение, которое направлено в надзорный орган с ходатайством о возврате материалов для проведения дополнительной проверки в рамках норм действующего законодательства. Кто прав, а кто виноват? Вопрос пока остается открыто. Рината Леулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. В соседнем микро-районе Искра завершается строительство лицея, рассчитанного на 1100 человек. Сегодня объект осмотрели представители Общероссийского народного фронта. Какие впечатления у активистов вызвала новая школа и что пообещал подрядчик в материале Виктории Черковой. Строители красят стены, а директору комплектовывает классы. Лицея в микрорайоне Искра почти готов к приему учеников и их преподавателей. Осталось завершить отделочные работы и разобраться с внешним видом прилегающей территории. Руководитель подрядной организации обещает навести красоту к 25 августа. Сегодня в школу нагрянули активисты Общероссийского народного фронта. Они не первый раз приезжают с проверкой в это учебное заведение. Фронтовики несколько раз замечали промедление в строительстве. Обещали нам, что будут забетонированы дорожки, где будет проходить линейка. Пока этого как бы не сделано. Классы набираются, а преподавательский состав уже готов. Руководить учебным заведением будет Елена Малюгина, действующий директор школы номер 6. Елена Владимировна утверждает, что в новом лицее будут работать высококлассные специалисты. Набран педагогический состав грамотных, квалифицированных, творческих, инициативных, молодых и креативных педагогов, которые на сегодняшний момент работают над разработкой образовательной программы школы. Большая часть работ выполнена, однако учителям и их воспитанникам придется подождать, прежде чем приступить к учебному процессу. Для начала лицей должен получить лицензию на образовательную деятельность. По планам Министерства образования школа начнет учить либо в конце первой четверти, либо после новогодних праздников. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды.ТВ. 1 августа, в день рождения народной артистки СССР Валентины Михайловны Леонтьевой в центре внимания оказался Ульяновский театр «Кукол», который более 10 лет носит имя популярной в советское время телеведущей. Здесь снова ее вспоминали. Кроме того, директор театра рассказал о готовности театра к предстоящему ремонту, запланированном на этот год в рамках национального проекта «Культура». Подробности в нашем сюжете. Сегодня утром у памятника телеведущей Валентины Михайловны Леонтьевой состоялась церемония возложения цветов по случаю 96-летия со дня рождения всеми любимой тети Вали. Напомним, в военные годы и последние годы жизни Валентина Михайловна жила в поселке Новоселки Ульяновской области. После смерти народной артистки СССР 22 мая 2007 года правительство региона приняло решение об установке памятника в ее честь. Он был открыт в день рождения известной телеведущей 1 августа 2008 года. В этом году на торжественное мероприятие приехала племянница Валентина Михайловна Ольга Борисовна Терешина. Когда была возможность, я приезжала, общалась с ней, читала письма, которые ей приходили. Письма это было такое количество, ну мешки писем. Из Канады, из Америки, из Франции, отовсюду. И все слова благодарности, что они выросли на ее передаче, что они ее помнят, что они ее любят. Сразу после возложения цветов к памятнику наша съемочная группа заглянула в театр кукол, который носит имя Леонтьевой. В ближайшие дни здание театра закроется лесами и начнется долгожданный ремонт, который обновит историческую часть здания. Сейчас завершается подготовительный этап перед началом ремонтных работ. Расстилаются защитные покрытия, чтобы не испортить то, что не будет подвергаться ремонту. Укрывает аппаратуру, которую невозможно вынести, снимает со стен внутреннее убранство. В рамках ремонтных работ будет, во-первых, отремонтирована кровля, вот эта историческая часть здания. Будет проведена гидроизоляция фундаментов исторической части здания, опять же. Будет заменен тепловой контур здания с заменой окон. Ну и, конечно же, будет наведена красота. Театр получит новую, уникальную совершенно подсветку в фасадной части здания. Ну, если коротко, то вот такой объем работ нам предстоит совершить за предстоящие три месяца. Ремонт в театре планируют завершить до ноября этого года. Но со своим зрителем театр не прощается. Уже 10 августа откроется новый театральный сезон. Первый спектакль пройдет на сцене областного дворца творчества детей и молодежи. Также, пока идет ремонт в здании театра, зрители смогут смотреть свои любимые спектакли на двух других площадках. Это ДК «Киньяковка» и «ДШИ-8». А к открытию отремонтированного здания актеры готовят премьеру по сказке «Царевна-лягушка». Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Оллправда ТВ. В новостных выпусках мы рассказываем не только о жизни города и региона, но и отдельных районов области. Так, в Николаевском районе прошло расширенное заседание, посвященное региональному проекту по поддержке местных инициатив. Общественники рассказали о подготовке к началу основного этапа и завершению сбора средств населения. В том числе рассмотрели предложения всех поселений. До 2 октября жители района должны получить результаты. Были даны поручения разработать график проведения выездных встреч с рабочей группой, с инициативными группами и общественностью сел для обсуждения хода реализации текущих проектов 2019 года и рассмотрению задач на предстоящий год. 2 августа в регионе ожидается прохладная дождливая погода. Ветер северо-западный до 15 метров в секунду. Температура днем не превысит 17 градусов тепла. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале управда.ру. До завтра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»